друзья всем привет это западная сибирь 31 мая последний день календарной весны завтра начало лета а я хочу показать вам как развиваются в сибири гибриды лемон шифон от горшка два вершка даже прошедший дождь не дает ему возможности подняться в высоту рядом old faithful мощный сорт сразу видно что сорт высокий я показывала вам как крутит листья на пионах common performance после того как его ободрали скажем так сорвали испорченные листья выглядит вот так гибриды сегодня свесили голову практически все сегодняшнего дня у нас в регионе жара примерно на неделю даже больше до 33 градусов а вот теперь посмотрите обычные старые сорта которые мы всегда выращиваем на своих участках дюшес донемур сара бернар моя ярославна необъятная в этом сезоне альберт круз александр флеминг такие добротные кусты фестива максима ну там леди александра дав что хочется сказать гибридные сорта друзья никогда не дадут вам таких массивных кустов с огромным количеством стеблей и бутонов сейчас подойду к сорту red charm которому в этом сезоне уже восемь лет говорят что гибриды надо часто делить на нем в этом году 20 бутонов очень крупные бутоны объемный крепкий куст и когда уже он откроет свои цветы в этом сезоне не можем дождаться цветения ни одного сорта а завтра уже наступает лето так о чем я говорила они не наращивают много стеблей и я не совсем понимаю зачем делить даже восьмилетний куст я буду далее смотреть как он будет себя чувствовать будут ли мельчать цветы если делить беспрерывно кусты то вообще не увидишь пышного активного цветения или вот смотрите лоис чойс если это конечно он по сравнению с обычными сортами я люблю пышное цветение кустов если кусты делить хотя бы 6-7 летние то вы затем примерно лет пять вообще не увидите активного цветения поэтому я думаю что их лучше не трогать цветут пионы хорошо в течение восьми десяти двенадцати лет ну и не надо делить кусты друзья у нас нет пока вообще цветущих растений лето только начинается аквилегии только набрали цвет здесь немножко притяненный участок с пионами если говорить о гибридах они нарастают очень медленно куст большой с большим количеством стеблей не наращивают количество цветов ограничено я говорю про сибирь может быть у кого-то они и растут очень пышно и еще по моим наблюдениям их очень любят вредители такое ощущение что вредители отовсюду собираются именно на гибридных пионах с нежной светло-зеленой листвой листовая пластина там светло-зеленая широкая нежная есть что покушать ну а это Сара Бернар и Альберт Круз мои любимчики видите они как поздние сорта среди деревьев начинает цветение немножко позже и вот как-то мне кажется что не стоит сильно гнаться за новейшими гибридами они не только не прошли акклиматизацию они вообще не районированы поэтому они наверное так плохо и нарастают у нас каждая последующая зима для них как бы препятствие думаю что на этом мои личные сибирские аппетиты на покупку новейших гибридов резко сократятся что-то я особой красоты цветения пышного у них за шесть лет не увидела разве что Рэпчарм вот подошла посмотреть как чувствует себя Санни Герл после того как я оборвала листья на нем и на Куман Перформанс и нашла еще два листа с закрученными краями его даже вижу третий начинает крутить вот он Рэпчарм когда же он уже откроет свои цветы вы знаете на нем тоже есть поврежденные листья вот смотрите закрутка на листе нужно будет удалить как-то один год лет пять назад я сразу не поняла в чем дело вот этот вредитель начал действовать лет пять-шесть назад у меня в итоге куст стоял лысым но как видите Рэпчарм жив-здоров по сей день значит это все-таки не вирус а вредитель старые сорта они распространены по всему свету их выращивают повсеместно поэтому я думаю что лучше нам в Сибири заниматься именно такими сортами дансинг бутерфляй ну и добавлять в свою коллекцию то гибриды бордзеллы еще раз бордзеллы джилиа роуз и многие другие сорта напоследок покажу вам как выгорелась сирень Алексей Моресев посмотрите становится довольно невзрачной она думаю что за эту жаркую неделю сирень просто догорит красавица москвы побелела в общем погода не даст нам полюбоваться сиренями начало начало цветения и сразу конец ну слишком жаркое солнце до 33 это что-то такое для растений я бы сказала нежелательная я бы сказала красавица москвы подойду еще к белой сирене покажу вам как она выглядит посмотрите дождь просто изменил ей крону сделал все ветки плакучими так сирень свесила свои тяжелые цветы и что интересно видно вам или нет все бутоны на пионах липкие пионовыми вот там маленький бутон с него аж капает сок я не знаю что это такое но нет ни одного муравья подснежники отцвели будем обрезать уж много лишнего они насеяли ну и танец бабочек тоже все бутоны когда их касаешься очень липкие руки как будто в варенье ну и в итоге друзья кто первый то расцветет в этом сезоне посмотрите все в каплях в липких каплях это наверное пионовый мед кто будет первым в этом сезоне наверное red charm всем хорошего настроения всем до скорых встреч все таки друзья несмотря на это видео мы будем пробовать новинки ведь любители пионов остановить очень и очень сложно впорочем как и любители роз всем пока все 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 все